Такого в Екатеринбурге еще не было. Впервые депутаты решили спросить всех горожан, как жить дальше и устроить общегородской опрос. Глаз народно может спасти уральскую столицу от разделения на 7 мини-городов. Это случится, если региональные власти поддержат реформу местного самоуправления. Тогда в каждом районе появится своя дума, свои депутаты, свой глава и свой ситименеджер. Чем может обернуться такое дробление, узнавала Анжела Брик. Я считаю, что ни в коем случае нельзя допустить разделение города на районы, поскольку это безусловно вред. Мы разрушаем единый комплекс. Перед угрозой разделения Екатеринбурга на 7 отдельных городков на сторону большинства встает даже оппозиция. Депутаты единодушны в том, что от изменений мегаполис только проиграет. В случае дробления районы, а значит и их жители, останутся один на один со своими проблемами и такими разными бюджетами. С правой стороны, нечетная сторона, это Кировский район, нечетная сторона Октябрьский. Кировский район, я не сомневаюсь, он будет одним из самых обеспеченных, у нас самое большое количество. У нас владельчество стоит на учете. Мы будем убирать свою сторону. А вот как бы Октябрьского делался, и мы все уже непонятно. В результате пыль с Октябрьского будет идти обратно, поведясь на Кировский, мы будем снова там убирать и так далее, и так далее. Чтобы не допустить подобного, депутаты городской думы подготовили обращение к полпреду президента, губернатору и правительству региона. Учесть мнение города и не разрушать отлаженную систему управления. Создание восьми глав и дум на каждый район и общий городской комплект не приблизит власть к народу, а только внесет неразбериху, увеличит расходы и число чиновников. Выборы двух сотен депутатов обойдутся в полмиллиарда рублей. Еще миллиард двести, пройдя думы только за первый год работы. А у Екатеринбурга есть куда потратить эти деньги. А что значит разделить город на семь частей? Это надо, значит, каждому чиновнику купить автомобиль. Это для новых дум нужны помещения, это нужны новые чиновники с их зарплатой. А мы знаем, что кто такой чиновник, он как таракан плодится. Обязательно сделать обоснование, вместо одного еще два. Подобные обращения к региональным властям уже направили депутаты Нижнего Тагила и Каменско-Уральского. Для уральской столицы эта мера вынужденная. Так, судьбу крупнейшего города область пытается решить, не спрашивая. На рабочую группу по реформе местного самоуправления представителей Екатеринбурга не пригласили. Я вчера поинтересовался, насколько мы можем быть участниками данного мероприятия. На том конце провода сказали, что нет, уважаемые депутаты, вас на эту рабочую группу никто не ждет. Это и понятно. Ведь представители администрации губернатора и не скрывали. Провести реформу и лишить город самостоятельности. Они хотят, чтобы получить контроль над городом и сместить нынешнюю власть. И сегодня парламентарии открыто заявляют о давлении, которое на них оказывает глава региона. Если губернатор, который назначен, хочет управлять городом, где власть выборная, надо понимать, что это две разные ветви власти. Но это на самом деле, это по закону, две разные ветви власти. И когда человек говорит, я не могу так, я назначен, а городом не управляю, ему, конечно, всегда скажут, ну иди в область, управляй, там есть чем заняться. Будет чем заняться и в городе. Решить будущее Екатеринбурга предложат горожанам. С 21 июля в Екатеринбурге начнется поквартирный опрос. Вопрос только один. Согласны ли вы с разделением Екатеринбурга на семь отдельных муниципальных районов? Эти люди назначены комиссией, получат удостоверение и будут ходить по квартирам прямо вот с 21 июля по 30 сентября. То есть в этот период эти люди должны будут собрать, принести минимум 270 тысяч опросных листов. То есть свое мнение о судьбе города выскажет четверть избирателей Екатеринбурга. Остается надеяться, что мнение горожан все же услышит губернатор, когда осенью вернется к вопросу, дробить ли крупнейшие города области. Анжела Брик, Владимир Середа. Новости 41 канала.